Началась акция с обсуждения актуальных на сегодняшний день экологических проблем и способов их решения. Субботниками и высадкой растений сочинцев не удивить. Молодежь активно принимает участие в таких акциях постоянно. Поэтому в дискуссии с организаторами эко-марафона учеников гимназии интересовали более глобальные вопросы. Например, экологичность ядерной энергетики и ее альтернатива. Поговорили на встрече о молодежном форуме, в рамках подготовки к которому и проходил экологический марафон. Я очень хорошо отношусь к этому фестивалю, потому что я считаю, что он способствует улучшению жизни студентов. Он их мотивирует на какие-то действия, которые могли бы улучшить какие-либо отрасли в нашей стране. И я очень рад, что этот фестиваль проходит именно в нашем городе. После встречи с активистами марафона школьники отправились во двор, где посадили пять молодых деревьев – яблони и груши, которые символизируют цветные лепестки логотипа Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В Лунке добавили землю, привезенную активистами из 18 стран, которые поддержали акцию. Это государства Скандинавии, Западной Европы, СНГ, Египет и даже Алжир. К слову, высадкой деревьев экологический марафон не закончился. Мы решили, что эта акция у нас станет постоянной. Сегодня в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов мы планируем подписать меморандум, что будем обмениваться информацией об экологических акциях и экологических технологиях. Также в рамках экологического марафона представители стран-участников эстафеты земли увезут с собой частичку Сочи в виде почвы, которую по возвращению с фестиваля смешают со своей землей, высаживая деревья. В надежде на то, что и их города станут такими же зелеными, как и Сочи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!